Гуанча, Китай. Правительство Гонконга осуждает акты насилия протестующих в масках. Гуанча, Китай. 14 октября 2019 года. По сообщениям, опубликованным в новостном приложении ЦЦТВ, 6 октября в более чем 9 районах Гонконга горожане вышли на улицы для участия в несанкционированных акциях. Толпы протестующих в масках заблокировали дороги, нарушили движение общественного транспорта, сообщения между станциями метрополитена, работу банков и магазинов, устраивали поджоги, забрасывали полицию бутылками с зажигательной смесью и выборочно нападали на мирных граждан. Правительство особого административного района Гонконг выступило с решительным осуждением данного всплеска насилия и проявления неуважения к закону. Официальный представитель администрации отметил, что насилие, продолжающееся уже несколько дней подряд, привело к панике и беспорядкам в обществе. В результате многие объекты социального обслуживания, торговые центры и компании, опасаясь риска нарушения деятельности, приостановили свою работу. Горожане не могли выйти на улицу, боясь за собственную безопасность, так как протестующие уже несколько дней систематически совершают нападения на мирных граждан. Все больше тех, кто подозревается в использовании оружия, что приводит к серьезным травмам. Так, в результате применения бутылок с зажигательной смесью один журналист получил ожоги. На протяжении нескольких дней протестующие самовольно нарушают сообщения между станциями метрополитена Гонконга, тем самым сковывая его работу, что создает серьезный дискомфорт для повседневной жизни горожан. Правительство особого административного района Гонконга выражает благодарность сотрудникам метрополитена за самоотверженность и мужество, проявленные в ходе мероприятий по восстановлению инфраструктуры. Это позволило в достаточно короткие сроки возобновить работу метрополитена в ограниченном режиме. Тот факт, что акт радикализма и насилия со стороны протестующих в масках не прекращаются, наносит серьезный ущерб безопасности и создает реальные угрозы обществу. В этой связи полностью оправдана необходимость введения в действие администрации Гонконга закон о чрезвычайном положении запрета на ношение масок. Ряд депутатов от оппозиционных партий потребовали, чтобы данная инициатива была временно заблокирована судебным решением, однако Верховный суд уже отклонил это требование. Официальный представитель администрации заявил, что запрет на ношение масок уже вступил в силу. Теперь ношение на лице предметов, препятствующих установлению личности в ходе незаконных митингов, несанкционированных акций протеста и шествиях будет рассматриваться как нарушение законодательства. Запрет на ношение масок призван не допустить дальнейшей эскалации насилия и беспорядков и дать властям возможность восстановить мир и стабильность. В этой связи администрация призывает жителей Гонконга ни в коем случае не нарушать закон. Незаметно падающий снег, наконец-то я понял суть демократии и верховенства права по-гонконгски, рисование да и только. Климат, осуждают они, ха-ха. Амдин Сидисто, нарушили работу метрополитена. Ну нарушили и нарушили, ее всегда можно восстановить. Никого не волнуют эти вспышки насилия, все равно на повседневной жизни это никак не сказывается. Гуан-1-5-6-9-5-8-6-2-2-1-2-1-5-3. Сильные мира сего чешут языком, при этом пальцем о палец не ударит. Неприкрытое бездействие. Холодный ветер. Поддержим администрацию Гонконга в том, чтобы протестующие понесли суровое наказание. Холод, страдающий от бессонницы нынешней ночью, арестовать бы сначала тех, кто сидит в судах Гонконга и покрывает протестующих. Старший брат Лаааа, полицейских лишь 30 тысяч человек. Им ничего больше не остается, кроме как молиться о том, чтобы ситуация оставалась такой, какая она есть. Вспроя, а нельзя ли пойти с протестующими на контакт? Ведь они выступают за независимость Гонконга и не остановятся, пока не добьются этой цели. Новый Китай в Цзиосине. Полицейским отрядом Гонконга далеко до полиции и городов материкового Китая. Новый Китай в Цзиосине. Эх вы, сердитая молодежь, а патриотично, националистично или критично настроенных молодых китайцах, примечание пер. Восклицательный знак не в том вы положении, чтобы выступать от лица всего Гонконга. Вы же просто разрушаете собственную жизнь. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова